добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом и я хотел бы поговорить об эмоциональной составляющей крещения в духе святом о двух факторов которые касаются этой темы во-первых эмоциональные переживания являются неотъемлемой частью человеческой природы человек который не способен не умеет или не понимая даже как это сопереживать и переживать эмоциональные состояния мы называем такого человека социопат это люди более известны в мире как серийные убийцы и так далее мы не являемся таковыми поэтому любое воздействие на нас особенно когда речь идет о воздействии всемогущего бога не могут не сопровождаться эмоциональными переживаниями таким образом эмоциональные переживания не просто часть нашей жизни но и часть нашего взаимодействия и общения с богом это же касается и крещение в духе святом первое и наверное такое знаете самое мощное что я читаю в библии о эмоциональном переживании в связи с крещением это состояние радости когда бог наполняет тебя собой у тебя вырастают крылья и ты готов обнять абсолютно весь мир бог просто изливает в тебя радость в пятой главе послание к римлянам апостол павел пишет что любовь божия излила сердца наши духом святым данным нам мы переживаем эмоциональную составляющую любви когда дух святой наполняет нас мы с вами не можем не быть наполненными этими переживаниями если мы получаем что-то можете представить себе или вспомнить вот это состояние влюбленности когда вы шли на свидание и вы встречались с человеком которого любите вы прикасались чуть-чуть друг другу и каким восторгом наполнялась ваше сердце то же самое происходит с вами когда бог касается вашей жизни поэтому переживания они могут и должны быть в нашей жизни и 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 Субтитры подогнал «Симон»